Допрофильная адукация, дистанционное навышание новой специальности в колледжиях и лицеях. Удосконаливание работы Галины обмерковали у Мазары на диалоговой плясовце. Сюда приехали работники этой сферы из шести районов – Калинковицкого, Наравлянского, Ельского, Лельческого, Житковицкого и Петриковского. Об спикерах, экспертах и их погляде на проблемы развития сферы адукации – репортаж наших корреспондентов. Первая дискуссийная панель проходит в Малой зале драматичного театра. Замест актеров на сцене спикеры и эксперты – глядачцы, работники сферы адукации. С Мазара у регионе почалось проведение диалоговых плясовок. На их специалисты будут обмерковывать злободенные пытания разных сфер. Депутаты, которые так само присутствуют на панельной дискуссии, кажут, что вельми важно доведаться об наболелых проблемах, сперших в усну. Мы выслушаем все наболевшие вопросы, которые возникают на местах. И, конечно же, нам будет проще донести эти вопросы до министерств, до ведомств, до нашего руководства Совета Республики, Нижней палаты парламента. Поэтому, я думаю, такие встречи необходимы. Образование будет тогда сильным, когда будет вот эта тройка, то есть ребенок, родитель и система образования. Если все будут в конце тунеля видеть общую цель, общие задачи, тогда будет успешно развиваться наше образование. Почали с эдукации. Инициаторы АГТПД-Университет и Мяшамякина кажут, что эта сфера – основа. Яких специалистов подрыхтуют университеты, техникум и колледжи, на кольки якостную эдукацию отримают дети в школах, будет залежать будущее. Одну из первых закранули тему педагогичных классов. Начальник Главного управления эдукации Гомельского облаканкама Руслан Смирнов выказал препонову подрыхтой детей до поступления, например, у педагогичной установы эдукации займаться не с 11 класса, а раней. А еще. Только треть выпускников педклассов выбирают потом профильные ВНУ. Из шастей за все – Минские. Тому региональным установам треба задуматься об этом и шукать шляхи выйти. Педклассы появились у системы эдукации 5 годов тому. Зараз в регионе у них учится амаль 180 школьников. Увеличить количество педагогических классов, может быть, изменить критерии отбора педагогических классов, может быть, изменить порядок правила приема в ВУЗы. Закранули тему дошкольной эдукации. У детящих садках, например, пропонуется снизить колькость ден, якие можно пропускать без поважливой причины. Это связано с тем, что дети таким чином не могут отримать добрую подрыхтовку дошколы. До того же займают место тех, кому их не хотело. Нам бы хотелось, чтобы дошкольное образование стало бы обязательным. Оно сегодня является основным, но не является обязательным. Вот, как, например, общее базовое образование. Отмерковали так само работу прав техэдукации. Важно, агучили эксперты, открывать новые специальности, как забеспечивать запотребованными кадрами регион. Зараз у колледжах и лисеях в области прав техэдукацию отримливают около 18 тысяч человек. Марафон диалоговых пляцовок у Гомельской области, який стартовал с МЗРА, протягнется анализом інших важных тем. Агученные идеи будут аккумуляванные и пропонованные для меркования на Усебелорусском народном сходе, у якости изменений у Конституцию, унесения у Кодексы и іншие законодавчие акты. Марина Северянова, Вольга Коновалова, Валерга Панько, телерадиокампания «Гомель» с МЗРА.